Вы знаете, у нас и в России, и в Украине одна ментальность, а в Европе немножко другая. У нас, если мужчина девушку приглашает в ресторан, он, как правило, за неё платит. А у вас там всё, как это называется, по гамбургскому счёту, каждый должен платить за себя. Но в данном случае это другая ситуация. Значит, Евросоюз предложил ассоциацию с Украиной, взял на себя определённую ответственность. Ну, помогите Украине, хотя бы на месяц, дайте бридж-кредит. Ну, на месяц. Мы разговариваем очень профессионально, очень доброжелательно с нашими партнёрами и в Украине, и в Еврокомиссии. Мы взяли на себя огромную ответственность и риски. Считаем абсолютно справедливым, чтобы эти риски были с нами поделены и нашими европейскими или американскими партнёрами. Чего они там обижают Украину какими-то подачками, 40 миллионов, на что непонятно. Значит, пусть дадут хотя бы полтора миллиарда, на месяц пускай дадут. Ну, я очень рассчитываю на то, что эта проблема вот в самое ближайшее время, вот на следующей неделе будет окончательно решена. И если это так, то, конечно, никаких угроз нету и быть не может. Если этого не произойдёт, то, конечно, существует угроза опять несанкционированного отбора нашего газа из экспортной трубы. И тогда, конечно, возможны кризисы. Нам бы очень этого не хотелось. Но Россия никогда не будет причиной какого-либо кризиса. Мы аккуратно и в срок, в соответствии со всеми контрактными обязательствами, будем исполнять все условия поставок.